Здравствуйте, здравствуйте, с вами Юнтав Шафринский. Сегодня мы будем изучать, продолжать изучение книги, которая помогает укрепить семейные отношения и поднять их на более высокий уровень в чувствах, в приятных атмосфере, в той, которой мы хотим. В общем, в той химии, энергетике, которая создается благодаря тому, что мы две половинки живем вместе ради друг друга и ради этого семейного счастья. В общем, инструменты, которые помогут нам, в сегодняшней подглавочке мы возьмем. И как сейчас мы изучаем всю эту тему комплимента, сейчас увидим, свойственно ли людям вообще говорить комплименты, всем ли это людям свойственно, или это некий такой навык, а может быть, стоит ли вообще полагаться на этот навык. В общем, о честности, о искренности этого комплимента, о том, нужно ли вообще стимулировать проявление этих комплиментов от второй половинки в наш адрес. Об этом как раз вот сегодня будем изучать. Здравствуйте, те, кто присоединился, смотрит это видео. Двигаемся сразу по тексту. Мне кажется, это, ну, в общем, будет чего подумать и о чем порассуждать. Все согласны с тем, что супругам следует друг друга хвалить. Ну, в общем, мы изучали, есть большой смысл, есть разные стороны, плюсы и поводы, почему стоило бы, что это укрепляет семейные отношения. В общем, много разных «почему за». Ясно, также в доме, где друг с другом разговаривают уважительно и любезно, приятно находиться не только гостям, но и приятно находиться самим же супругам. В семье, в которой супруги говорят друг другу комплименты, растут душевно здоровые дети, которые будут смотреть на мир позитивно. Результат воспитания – это то, что они посмотрели в семье у себя дома, как они смотрели на родителей, что они увидели, что заложилось в фундамент отношений. И в большей степени дети продолжают подходы отношений родителей, кроме тех случаев, когда дети говорят, вот хочу, как в семье, только абсолютно наоборот. Другими словами, не дай бог, чтобы у меня так было, как у меня было в семье, например, так скажут. И делают все вопреки тому, как поступали родители. Так, залог того, как у ребенка будет, насколько он здоров душевно, все закладывается в отношениях родителей к ребенку, между собой, да и вообще отношения к жизни, к всему, что их окружает. Но для того, чтобы супруг стал говорить похвалы, мне достаточно просто ждать, что он в конце концов это сделает. В общем, ему же это очевидно, он же так-то понимает, что нужно было бы похвалить. И будем ждать, пока он начнется. Это сделает ли, решит, что если он не понимает этой своей элементарной обязанности, я не буду обращать на это его внимание. В общем, я буду тихо и скромно молчать, пока он сам проявит себя и скажет комплимент в мой адрес. Вот так вот может супруга подумать. Ну или наоборот. Ну а что же подталкивать, что нахваливать себя, что показывать, высвечивать, что ли, светиться, что ли, перед ним, чтобы он очнулся и похвалил, следует поощрять его, говорить комплименты. Это совет автора, и этот совет как раз будет аргументироваться дальше и объясняться, почему именно вот такая инициатива, она поможет, поможет супругу, или супруге, обратить внимание на то, в чем пока есть упущение. Правильно будет реагировать на него таким образом, который даст ему стимул говорить похвалы. Вот прям даже танк сделать, чтобы он не только заметил, но даже стимулировать, чтобы у него это чувство пробуждалось. Уважаю благодарность за комплименты, похвалу, даже в том случае, когда есть опасение, что похвала не искренняя. Даже когда человек видит, что ну прям льстит, ну льстит, ну прям перегибает. Ну вообще на самом деле он так не считает, просто так правильно было бы отреагировать. Даже если мы видим, что это вот нечестно, ну скажем так в кавычках, да нечестно, то несмотря на это, когда мы поблагодарим его, мотивируем говорить такие вот комплименты, то наступит много событий, за которые искренне будет благодарить. Какой-то голосочек у меня такой появился. Искренне будет благодарить, делать комплименты, просто потому что вот чувствует этот вот позыв сделать приятное второй половинке. Можно поблагодарить его в тот момент, его это супруга, супруг мужской, женский род, в общем вторую половинку, да. Можно поблагодарить его в тот момент, когда он говорит комплимент, несмотря на то, что это кажется, что в общем мужчины говорят женщине комплименты, но вообще это не про это. Все, что мы изучаем, это взаимное, обоюдное, в общем все это в адрес друг друга. И ни в коем случае нельзя подумать, что вот только вот мужчине, женщине комплименты, есть масса комплиментов, которые можно сказать мужу, и этим самым как раз вот раскрыть свою женственность. Слова благодарности будут еще более значимы, если будут повторены через определенное время. Еще раз это будет сигналом того, что это было в общем не мимолетное, не ситуативное такое комплимент, а действительно и это то, как себя вел та вторая половинка, вот мы это ценим. И еще раз подчеркиваем, и это вот подчеркивание повторное, оно особенно важно, чтобы заметить, что мы это ценим, это не случайно. Например, твой комплимент мне очень помог, твоя похвала подняла мне настроение. Это уже после, после того, как комплимент получен, и поблагодарить, и обратить на это внимание. Тут дело не в благодарности даже. О том, что показать, что мы этот комплимент не упустили, не пропустили мимо, мы не обесценили его, мы взяли его, приняли, и сейчас хотим показать, насколько для нас это был ценный момент, ценный момент получения комплимента. Это вот то, что мы сделаем, это подчеркнет и добавит мотивации второй половинке еще дальше, впредь говорить комплименты. Выражение благодарности поощрить супруга, продолжать хвалить многократно во всякое время. Даже если есть опасение, что он говорит так, чтобы что-то получилось, а не потому, что он сам на самом деле ценит того, кому говорит комплимент. Тем не менее, стоит использовать возможности поблагодарить его. Даже если нашей второй половинке от нас что-то хочется, и поэтому говорит приятные слова, комплименты, и мы это фиксируем, понимаем, почему, откуда такие приятные слова, и потому что просто кто-то хочет что-то от нас. И несмотря на это, как факт, были комплименты, даже если это можно назвать в кавычках «корыстные комплименты». Несмотря на это, все равно принимать их, благодарить, оценить, показать ценность, что мы действительно оценим эти комплименты. И это будет мотивировать в других ситуациях также проявлять искренность и наделять нас комплиментами. Это будет его продолжать хвалить, даже когда не просматривается немедленная польза того. Чем больше продлится такое стимулирование, тем менее искусственным будут комплименты супруга. Возможно, какое-то время это покажется наигранным. И, ну, в общем, ну, не то чтобы приятный момент, когда наигранное все происходит. Ну, в общем, тем не менее, это некая инвестиция. Стоит отнестись к этому именно так. Отнестись к воспитанию в себе, вот той благодарности за комплимент, или сам вот воспитание самого себя, в самом себе того, той важности, ценности, что говорить комплимент в адрес второй половинки. И вот это сейчас чувствуется наигранным, таким, как говорится, пластиковым, а вот дальше будет природным, настоящим. Это воспитывается. Поэтому, да, в какой-то мере нужно потренироваться, что ли. Тем не менее, искусственным будут комплименты, да, чем больше продлится такое стимулирование, тем менее искусственным будут комплименты супруга, они станут более спонтанными и естественными. Просто для этого нужно время. Время переждать, ну, не то чтобы терпеть, потому что чего же терпеть, если это комплимент, ну, понимать, что наигранность, некая роль такая, которая принимает комплимент, благодарит, наделяет комплимент, даже если это пока не искренне, это все вот инвестиция в тот момент, когда она станет это природными свойствами. А она станет ли это? И сейчас мы разберем, насколько это вот правильное поведение, что же это какая-то игра, наигранность театра, что ли. Тут же про искренние чувства, про вот эти вещи. Где же здесь искренние чувства в той наигранности? Супруги зачастую не поощряют и не стимулируют друг друга по целому ряду причин, которые уже перечислены ранее. Но следует заметить, что обычно во всех процессах семейной жизни отсутствует положительное стимулирование по отношению к супругу, чтобы он стал делать больше ради партнера по браку. Мы этому мало уделяем внимания, а стоило бы значительно больше. Ну, как минимум, мы же стараемся для своей семьи, поэтому вкладываться в это более чем стоит. Что-то у меня с горлышком. Давление на него, чтобы он улучшил свое поведение, обычно происходит с помощью критики. Ну, ты не говоришь мне комплименты, да ты меня вообще не ценишь или что-то. Это все вот такие вот вещи, которые точно уже не мотивируют вторую половинку на то, чтобы отныне, да-да, конечно же, теперь я буду говорить комплименты. Что ж, я раньше-то не заметил. Спасибо большое. Ну, вряд ли. Вот такая вот реакция на критику будет. Как только появляется критика, обязательно появляется какая-то обратная реакция, на которую не хочется вообще даже никак позитивно реагировать. Видимо, так же происходит из предложения, что супруг должен вести себя положительно, и это само собой разумеется, поэтому ему не положены стимуляции и поощрения. Что я должен стимулировать, что я должна стимулировать, чтобы он мне говорил приятные слова, так это же естественно, это я заслуживаю, а он же что не видит, или он что ненормальный человек, что ли он не может сказать пару ласковых, приятных слов. Ну, это же и свойственно должно быть нормальному человеку. Так может себе подумать кто-либо из супругов. И поэтому как раз и есть та сложная ситуация, когда человек думает, что вторая половинка, ну, по природе вещей это должно исходить, вот прям мгновенно и легко. Нет, это неправда, и это не свойственно людям по природе вещей, потому что все это воспитываемые вещи, а в какой момент он не воспитываемого, и в большей степени это с самого детства. Насколько в семье было принято говорить друг другу комплименты, приятные слова, и насколько это ребенок и в прошлом, да, видел, как родители это делают, насколько для него стало это нормой жизни, это природным, это как бы, а как по-другому, это же, насколько это действительно для него стало привычным, вот то, что называем природным, это не природным, это привычным. И если это непривычно, то значит, если в детстве не получилось, вот так вот нам получить эту привычку, значит, нужно получить эту привычку в более взрослом возрасте. И это воспитать в себе, и это в себе, не в супруге воспитать, А именно в себе И пусть этим займется каждый сам над собой Если мой супруг Проблема стоит еще более остро Когда мы говорим о отсутствии поощрения Высказывания, похвалы и комплиментов Вот вообще не говорят друг другу И как оно появится Откуда, кто это будет инициатором Вот этого вот Того, что будут друг другу говорить Похвалу и комплименты Ведь каждый человек думает Если мой супруг не находит нужды хвалить меня Почему? Мне должно быть интересно Подталкивать его к этому Во-первых, он ко мне никаких приятных слов Чего бы это я буду тогда зря тратиться Так может человек себе подумать Во-вторых, что если у него это не идет Что я должен заставлять его что ли Говорить приятные слова Что это за комплимент, который нужно заставить Я предпочитаю, чтобы он вообще не говорил комплиментом Чем говорил вещи, которые не исходят из сердца О которых он сам на самом деле не думает А я лишь вынуждаю ему это говорить Так может подумать в год одна из половинок И все это происходит В силу того, что мы просто не понимаем Человеческую природу А человеческая природа Она в большей степени Лишь мало на самом деле вещей Которые в быту В быту вот применяются Реализовываются Они находятся на независимом от нас уровне Таком вот что ли природном А в большинстве вещей Это все навыки общения Это навыки коммуникации И они все воспитываемые Если не в детстве То более в взрослом возрасте Поэтому и супруг Который не приучили с детства говорить комплимент Может приучиться к этому Понимая важность комплимента И даже То есть само осознание важности Пока может быть Человек непривычно говорить Но он уже понимает эту важность И это уже ему дает много шансов На то, что это пока еще не привыкшее Станет привычкой И может приучиться к этому Понимая важность комплимента Даже ради своей пользы Даже не ради того, чтобы супруга была счастлива А просто ради хотя бы своей пользы Он может этому обучиться И приучить себя Как заметить положительное влияние комплимента На связь между партнером по браку Увидит, насколько приносит эту пользу Приучит себя более быстро В результате постоянного повторения Он приучится к положительному высказыванию Да, приучится, да, воспитывается И тот, кто себя не может воспитывать В более взрослом возрасте Чего вообще ожидать от детей Если ты сам не можешь с собой В общем совладать и себя воспитать Воспитывать кого-то легче, чем само себя Поэтому начнем с себя А уж если мы начнем с себя Много примеров будет другим людям Чтобы они сами себя воспитывали В себе позитивные, положительные качества В результате повторений Вот этих постоянных повторений Он приучит к положительному высказыванию То есть научится нативно, природно, что ли Естественно, хорошее слово Естественно произносить приятные слова И комплименты, и поощрения То это станет для него естественным поведением Ничем не отличающимся от других форм поведения Когда мы восхищаемся чем-то Когда удивляемся, когда, не знаю, печалимся Расстраиваемся Это какие-то наши природные вещи Естественные вещи Точно такими же естественными Естественным поведением Будет наделение комплимента Нашей второй половинке Которые кажутся природными В то время как сформировалось у него Последствия общественного давления привычек Вот другие вещи, которые мы делаем Реагируем В результате того, что нас кто-то заставил Или поставил безвыходную ситуацию Мы вынуждены были так повторять И что-то вот делать И это стало для нас привычным образом Точно так же, как это Сформировалась привычка Привычка делать комплименты И делать похвалу в адрес второй половинки Это тоже становится привычкой Это вполне приятная привычка Я желаю нам всем семейного счастья Конечно же, вот семейной гармонии Что ли, да Как обычно, не устаю И это очень важно Приглашаю каждого участвовать В благотворительном Поддержке благотворительных программ По ссылочке в описании И желаю нам всем хорошего дня И, конечно же, только хороших новостей